Согласно теории, рекламная цивилизация берет свое начало с тех времен, когда по планете ходили мамонты и дирексы. В один прекрасный день, в вечно зеленом мире гениального креатива и безупречного арт-дирекшена, появился он. Клиент. Первобытный, обыкновенный. И с этого все началось. Спрос на рекламу начал рождать предложения. Как грибы после дождя стали возникать эффективные каналы, новые технологии, подрядчики, партнеры. Море обещаний с серьезным выражением лица. Выполнение KPI любой сложности, освоение бюджетов любой крупности, самых высоких показателей ROI. Покупай, клиент, покупай. Дальше по классике. Пичинги, митинги, брифинги, консервные ночные звонки и бесконечные имейлы с правками. Договора, предоплаты, прозрачные тендеры. Мечты, мечты. Рыцари горячих оферов и холодных продаж готовы биться за сердце самых привлекательных, состоятельных клиентов. С тех пор, не прекращаясь, идет этот бой. Из века в век, из года в год, изо дня в день. Одно не меняется. Сроки. Никаких больше вечеринок. И тут главное взять себя в руки. Никакой прокрастинации и торможения. Фокус на главном. Создание новых идей, теорий, сервисов, технологий и предложений. И все это мы делаем. Чтобы поймать в своей сети главного героя, потребителя, клиента, партнера, подрядчика, эта гонка никогда не остановится. И это прекрасно. Добро пожаловать в рекламный город лучших теорий и идей. Adindex City Conference 2021. Итак, мы начинаем. Добрый день, коллеги. Всем привет. Давайте потихоньку рассаживаться и начинать. У нас с вами достаточно жесткий тайминг. Пока коллеги в соседних залах продолжают мечтать о будущем и генерить тренды, здесь мы рассказываем о том, что уже круто получилось. И чем можно поделиться. И о чем можно гордо заявить. У нас с вами сегодня шесть кейсов. Не будем тратить время, наверное, на прелюдию. Поэтому сразу начнем. Приглашаю Илью Оськина и Александра Лигера. Они расскажут о том, как определить эффективную частоту на синглсорс панели ОМИ. Смотрите, я думаю, что у многих, те, кто распределяет бюджеты, медийные бюджеты, повысился пульс от слова «эффективная частота». Ну, а синглсорс вообще должен будоражить кровь. Ну, а сначала небольшой ролик. Колбаски свешите? Сколько? Ну, грамм 200-300. Говорите точно, сколько вешать? Ну, не знаю, сколько получится. Сколько вешать в граммах? А почему такая точность? Точность никогда не бывает лишней. Сколько вешать в контактах? Этот вопрос, я думаю, что особенно актуален стал с диджитализацией. И сколько вешать в контактах в телевизоре, в диджитале, в разных медиа. Еще помните, Ной определял эффективную частоту. У него была эффективная частота 2, потом 3+, 5+, 7+. Вот сегодня мы можем дать ответ на этот вопрос, но это часть маленькой истории, маленькой галактики, синглсорс, о которой сегодня расскажет Александр. И передаю слово. Саша. Да. Всем привет. Чертовски рад видеть вас живьем. Давно не виделись. Всем, кто в онлайне, тоже привет. Я, как всегда, люблю рассказывать про что-нибудь революционное. Все мы очень любим и атрибуции, и, собственно, мечта всех, которые очень сложно осуществимые, на самом деле, понять, а, собственно, что привело к покупке. Мы же хотим продать. Нам нужно понять, что привело, какие коммуникации в каких медиа в итоге привели к покупке или к каким-то бремметрикам. Казалось бы, ну, есть все технологические возможности на сегодняшний день это сделать. Есть огромное количество уже телевидения с обратной связью. Есть интернет, который покрывает там очень большую часть населения. Есть большое количество игроков, которые рассказывают про данные. Да, есть игроки типа Сбера, которые даже играют в нескольких номинациях, скажем так. Но основная история, а как все это соединить? Как сделать так, чтобы мы могли понять и ответить на вопрос, особенно если мы говорим не про FMCG, а про какие-нибудь товары длительного пользования? Да, вот тот же автомобиль и холодильник, который каждый день не покупают. Как понять, что привело к покупке этого автомобиля? Как правильно коммуницировать, чтобы через год человек поменял машину на нашу? Для этого нужна длинная цифровая история. Никакими анкетами, опросами это не сделать. Нужна большая диджитальная история. Мы много говорили с рекламодателями и с агентствами о том, чего не хватает в телеке. И мне постоянно говорили, Саша, не хватает оцифрованной истории, которая доказывает, как наша рекламная компания повлияла на покупку. Мы душой все чувствуем, что влияет. А как? Не можем понять. Нужны такие же метрики, которые есть в интернете. А в идеале эти метрики должны быть вместе с интернетом. Ну вот я обещал подумать и подумал. И что мы сделали? Есть Media Hills. Это измеритель телевизионный, который, по сути, живет в цифровой диджитальной среде и собирает данные более чем с 10 миллионов домохозяйств, и, соответственно, более 20 миллионов человек. Более 240 операторов. Мы имеем оцифрованную обратную связь от протелесмотрения. И есть OMI, компания, которая классически занималась измерениями, точнее, ну не измерениями, а оценками, изучениями в области интернета. Что мы сделали? Как мы понимаем, в любой квартире у вас дома наверняка один и тот же оператор отвечает и за телевидение, и за интернет. Таким образом, мы имеем возможность синхронизировать. Мы сделали технологию, мы не просто сделали, мы ее тестировали, и мы уже синхронизировали респондентов OMI с телевизионными данными. Что это дает? Это означает, что по респонденту OMI мы знаем все его телесмотрения на несколько лет назад. Что это дает? Мы берем, делаем измерения, любые, неважно какие. Мы получаем в этот момент трекинг по нашим измерениям по всему интернету, то, что умеет делать OMI, и мы получаем все телесмотрение. И мы получаем кейсы, на которых мы можем понять атрибуцию, как коммуницировал конкретный человек в долгое время и с телевизионной рекламой, и с интернетом конкретно как, и что привело к покупке или не к покупке. Вы можете делать в анкете как истории про покупки, так и истории про бренд-лифт, там любые другие метрики. Что это дает? Это дает огромный простор для оптимизации и улучшения. Вы можете делать обе-тестирование как в интернете. Вы можете запустить рекламную кампанию телек плюс интернет на 10 городах на разные креативы, на разные способы коммуникации и так далее, и посмотреть, что работает. Фантазия может быть любой, и вы можете использовать, безусловно, не только OMI, но и других игроков. Но с точки зрения, опять же, космоса, о котором я начал говорить, я думаю, что следующий шаг – это синхронизация с DMP-агентством. Если здесь мы говорим о десятках тысяч, ну, может быть, сто тысяч в пределе мы получим синхронизацию сингл-сорс-панели, то если мы говорим про DMP-агентство, здесь, я думаю, что абсолютно достижимая цифра в районе миллиона, может быть, больше. Да, помните, миллионы пользователей вашей DMP, о которых мы знаем все телесмотрение, о которых мы знаем всю их интернет-активность, поскольку вы ее измеряете, на нее влияете. И если сюда подключить истории с X5, с магнитом и так далее, то мы знаем все истории о покупках. В моем понимании это вот та революция, которая нас ждет в любое время, и я очень рад, что агентства это поняли и начали это использовать. Спасибо. Но мы еще не закончили. У нас небольшой кейс как раз по использованию OMI Media Heels панели для определения эффективной частоты. Это небольшая компания большого бренда. Мы не будем рассказывать, что это за бренд. Соответственно, у нас была некая выборка. И через Media Heels мы замеряли количество контактов, которое было у респондента. Через OMI мы спрашивали, купили, видели, не видели, купили, не купили. Соответственно, число видевших, не видевших. Но самый главный вопрос – вопрос покупки. Это распределение по частотам охвата и частоты того, что получилось через Media Heels. Очень похожая история с медиаскопом, потому что Media Heels – это часть медиаскопа. Итак, здесь очень важный момент. Очень часто любят судить по эффективности рекламной кампании на основе тех, кто выжил, на тех, кто купил продукт. Но на самом деле нужно смотреть на тех, кто не выжил, тех, кто не купил. Так называемая ошибка выжившего. Это распределение по частотам. Распределение по частотам для тех, кто видел ролик, но не купил продукт. Видим, что две трети видели один раз, два раза или не видели вообще. Та же самая картина для тех, кто хотел купить, но не купил. Частотно мы не дожали. И, наконец, история с купившими. Соответственно, частота 5+, работала на покупку. И здесь стоит заметить, что мы делали это на телевизоре, но это можно делать на OLV, это можно делать на social display, на любых спецпроектах. То есть вот это эффективная частота, кросс-медийная частота. Какое будущее у этого? Атрибуционное моделирование. То, чем грезят все рекламодатели, то, чем грезят те, у кого бюджеты. Уже сейчас есть все для определения эффективной частоты. И в будущем мы все-таки придем к тому, что будем определять покупки через магнит, через перекресток X5. Но уже сейчас вы можете получить 5% дисконт по промокоду Media Instinct у компании OMI и компании Media Heels. Спасибо. Спасибо, Илья. Спасибо, Александр. Я так бодро начала в прошлый раз, что даже забыла представиться. Давайте начнем заново. Меня зовут Маша Белоконья, руководитель агентского отдела в Яндексе. Сегодня буду вашим модератором, буду задавать вопросы и давать возможность задать информацию. А с Яндексом тоже надо интегрироваться. Да, я понял. Точно. Скажите, пожалуйста, как дела обстоят у наших коллег за рубежом? Есть ли у них какие-то такие революционные измерения и куда они движутся? Я, честно говоря, не встречал, но я могу сказать, что вообще по многим позициям мы, как это ни странно, но мы далеко впереди планеты всем. Я знаю много кейсов, по которых мы впереди. Но тот же самый там Big TV мы сделали одни из первых, там виртуальные каналы мы разместили, мы сделали одни из первых, долго на Екте обучали наших иностранных коллег эту историю. Я не знаю такого кейса. Я считаю, что здесь мы как рынок можем действительно сделать прорывную вещь. Там, опять же, очень хорошо, что есть Яндекс, если здесь есть Х5 магниты и так далее. Коллеги, мы, правда, соединив эту штуку, можем сделать уникальное индустриальное решение. Ну и как это все остальные страны будут нам завидовать. Отличные новости. Здорово. Есть ли вопросы в зале? Должны быть. С каждого по два. Все в шоке. Все немножко после перерыва еще, мне кажется, чуть-чуть сонные. Ну, кто-нибудь смелые. А когда все-таки случится революция и у нас получится тотал сингл сорс измерения? Смотрите, значит, если мы говорим про EMA и Tiburon, мы уже синхронизируем панели в процессе, то есть уже десятки тысяч синхронизированы. Я думаю, что до 100 тысяч мы дойдем довольно быстро. Но мне кажется, что это огромный плацдарм на десятилетие для повышения эффективности агентств. Это прямо вот я вижу в этом офигенное вэлью. Если у вас есть DMP, вы договариваетесь там с X5, с ритейлами, с OFD, вы договариваетесь там с MediaHeals и так далее, и вы имеете у себя машинку, которая видит миллионы пользователей со всеми покупками, со всеми их активностями в ключевых медиа и выстраиваете атрибуцию. Там простор для оптимизации бесконечный. Но я отмечу, что сейчас пока DMP не мог подключаться к YouTube, а OMI уже меряет YouTube. Поэтому сейчас уже можно получить, да, немножко в ручном режиме, но можно получить историю с абсолютно полным пониманием того, какие контакты откуда переходили от тех или иных пользователей и респондентов. Хорошо, спасибо большое, коллеги. Если вопросов больше не появилось, давайте дальше двигаться. Спасибо вам. Спасибо. Давайте поаплодируем. Дальше на сцену я приглашаю Анну Алешину и Андрея Шитова, коммерческого директора Starlink. Они расскажут про бренд Jardine и то, как они пользовались во время пандемии удачным моментом. Всем добрый день. Я Андрей, Starlink. Очень приятно. Коллеги, здравствуйте. Анна Алешина и Русалдор. Мы постараемся сегодня вас не докучать цифрами. Цифр и так много за сегодняшний день. Постараемся показать больше картинок. Итак, что такое 2020 год для наружки? То есть мы привыкли говорить, вы привыкли слышать о том, что наружка – это такое медиа, которое нельзя выключить, мимо которого нельзя пройти и так далее. Но вот случился 2020 год. Как мы все помним, весна прошлого года, тотальный локдаун, все сидят дома, на машинах едет по пропускам, на улицах нет людей. И, соответственно, что происходит с наружкой? Нет людей, соответственно, нет наружки. Клиенты из нее уходят. Это на самом деле такое прям страшное, неприятное, тяжелое было время для нашей индустрии. Соответственно, отрасль падала, поверхности стояли пустыми. В целом все было как-то не очень хорошо. И, как мы помним, где-то примерно с прошлого лета все начало потихоньку восстанавливаться. Были сняты жесткие локдауны. Уже летом люди на улицах стали появляться. И к осени, в принципе, трафик вернулся, трафик на дорогах вернулся практически к доковидным показателям. Мы сегодня покажем кейс одного из наших клиентов. Это компания Orimi Trade. Это производитель чая, кофе на нашем российском рынке. Один из крупнейших по доле рынка. Сегодня поговорим о бренде Jardin. Я вообще хочу сказать, что на самом деле, на мой взгляд, наружная реклама шагнула в целом вперед. Потому что, когда мы несколько лет назад видели с вами пустые постеры, на которых висят надписи, здесь могла бы быть ваша реклама, но это выглядело крайне скучно. На сегодняшний момент компания RussoUdor, на мой взгляд, сделала огромный прорыв в этом. И когда мы с нашим клиентом увидели вот такие чудесные, соответственно, технические постеры, мы поняли, что просто мы обязаны использовать этот момент, собственно говоря. Сейчас, Андрей, можно прям секундочку поясню для коллег, что такое технический постер в наружке? То есть, соответственно, конструкция наружной рекламы не может стоять пустой, на ней обязательно что-то должно быть, это требование города. И, соответственно, когда мы попали в ситуацию локдауна, и размещения не было, мы были вынуждены какие-то искать креативные решения, чтобы действительно не занавешивать Москву вот этими странными сообщениями о том, что вот разместите здесь, позвоните сюда, там что-нибудь купите, пожалуйста. Вот, соответственно, мы придумали некоторое количество постеров, которые разместили вот таким образом. И, собственно, это просто красивая картинка, это какой-то интригующий вопрос, который там заставляет задуматься, обращать на себя внимание. Да, в общем, мы решили использовать этот классный кейс под названием «Какой кофе выбрать?» и сделали, собственно говоря, компанию вот таким образом. Соответственно, на тех же постерах, где висел сначала тизер, на протяжении там огромного количества месяцев, порядка восьми месяцев это было, висел постер, мы, соответственно, в том же дизайне, в том же креативе сделали, собственно говоря, вот такую компанию. В результате порядка восьми месяцев были технические постеры в Москве, мы, соответственно, размещались порядка трех месяцев на тех же самых сторонах, соответственно, вот с таким креативом. Ну, на наш взгляд, это была очень классная, яркая идея, когда мы фактически получили рекламную компанию в один длиной, в одиннадцать месяцев, и вся аудитория, которая каждый день ездила с работы домой, из дома на работу, она, соответственно, прониклась желанием купить себе кофе и данным брендом. Естественно, все спросят, конечно, про результаты, какие продажи и так далее, это волнует всех маркетологов, но, к сожалению, вы понимаете, что у нас компания данного бренда идет в течение всего года, и невозможно отдельно вычленить эффект наружной рекламы и отдельно оценить, вот какую долю именно вклад в продажи дал данный кейс, но вот как минимум мы можем померить Яндекс.Запросы и Гугл, соответственно, то же самое, и мы видим очень сильные всплески по запросам во время данной рекламной кампании. Ну и последний слайд, также мы хотим сказать, что еще один из наших клиентов, собственно говоря, увидел вот такой чудесный технический постер, и мы тут же придумали аналогичный креатив и разместили его, соответственно, какое молоко полезнее, молоко искренне ваше. Собственно говоря, вот, наверное, все, коллеги, поэтому хочется добавить, сейчас у нас будет небольшой ролик еще, хочется перед роликом добавить, что, ну, на мой взгляд, реклама – это то медиа, в котором мы должны быть в тренде, и нужно, соответственно, искать, ловить какие-то фишки для того, чтобы сделать вашу рекламную кампанию заметнее, а не только оставаться на каких-то вот традиционных вещах. И короткий ролик, да? 2020. Черный год для рекламной отрасли. Пандемия. Отмена рекламных кампаний. Сокращение бюджетов. Пустующие рекламные поверхности заполняются техническими завесами с вопросами. Этот вопрос интриговал москвичей 8 месяцев. Какой кофе выбрать? И мы решили превратить эту интригу в тизер рекламной кампании кофейного бренда Жардин, чтобы все наконец-то узнали ответ. Конечно, Жардин. Да, вот, коллеги, еще хотела добавить тоже от себя, что, как мы все знаем, наружка – это охват, наружка – это про узнаваемость бренда, наружка – это не всегда про однозначный сразу результат, что вот я купил компанию в наружке, и у меня сразу выросли продажи, но наружка работает не совсем так. И, соответственно, вот слайд, который мы показывали с всплеском поисковых запросов, это одна из иллюстраций того, как именно она работает. Человек едет, человек видит что-то, видит какой-то постер, который вызывает у него какой-то интерес. Ну и, соответственно, человек потом доезжает, куда он там собирался доехать, заходит в интернет, и в том числе там в интернете его подхватывают уже другие механики. Поэтому, в общем и целом, вот так. Всем спасибо. У нас все. Если есть вопросы, мы с удовольствием готовы ответить. Спасибо большое. Есть ли вопросы в зале? Скажите, пожалуйста, вот всегда нас волнует юридический вопрос. Входит ли, ну, как бы в налогообложение данной рекламной кампании вот тот предшествующий опыт? То есть, фактически, это получается часть рекламной кампании? Фактически, да, но в налогообложение не входит. Классный лайфхак, коллеги. Да. А правильно я понимаю, что несмотря на то, что люди вернулись в оффлайн, и необходимости в технических баннерах уже нет, тем не менее спрос вот на такой кейс все еще продолжает быть. Здесь, на самом деле, стоит не забывать о том, что рекламных поверхностей много, и действительно вот такого, как было в период локдауна, когда просто вся Москва была в технических постерах, такого, конечно, не бывает. Но при этом наружка – это реклама, в которой присутствует отрасль, в которой присутствует сезонность. И, соответственно, бывает такое, что какая-то страна оказалась невыкупленной. Она может быть невыкупленной оказаться на неделю, на две, на какой-то срок, но, соответственно, у нас варианта два. Либо мы оставляем провиз предыдущего клиента, что не всегда бывает возможным, либо мы заменяем на технический постер, чтобы реклама красиво выглядела на улице города. Поэтому, да, действительно эти постеры есть. Это не очень хорошо для нас, и мы не всегда рады и не супер рады, что у нас висят эти технические постеры, но, тем не менее, как бы это реальность, да, действительно это есть. Спасибо. Вот у Ильи еще, вижу, созрел вопрос. Почему после успешной кампании все еще продолжают посвятить постеры, которые выглядели для неделю, не дающего, и начинающегося. Да, действительно, вот эти постеры, какой кофе выбрать, они все еще остаются, потому что у нас, у нашей кампании есть некий пул, набор изображений, которые мы размещаем в качестве технических постеров. Соответственно, они размещаются независимо от того, есть компания или нет. То есть мы не делали технические постеры для того, чтобы вот потом там не держали в голове, что это вот будет тизер, а потом вот придет рекламная кампания. Поэтому они, да, кое-где еще продолжают размещаться. Я приоткрою завесу, мы готовимся к следующему флайту, Илья. Флайту. Флайту нашего клиента. Анна, подскажите, пожалуйста, есть ли у вас практика вместо технических постеров вешать, например, изображение какой-нибудь социальной рекламы? Или сейчас? И как вы выбираете ее, если такая практика остается? Ну, смотрите, социальная реклама, она в принципе есть. То есть любой оператор обязан размещать постеры социальной рекламы. Они размещаются, но технические постеры появляются в тот момент, когда на этой поверхности она не выделена под социалку. Это коммерческая поверхность, и просто возникает какой-то разрыв небольшой. И, соответственно, в этот момент размещают технические постеры. На самом деле, технических постеров их много. Они бывают вот такие, которые, например, мы показывали в этом кейсе, бывают постеры, которые действительно несут какой-то социальный посыл. Ну, то есть это просто вот действительно у нас есть, как я сейчас отвечала на предыдущий вопрос и говорила о том, что есть некий пул, некий набор этих изображений, которые мы ратируем. То есть, насколько я поняла, социальная реклама размещается только под конкретно выделенные постеры, а просто вместо технических ее вешать не разрешено. Есть какие-то законодательные ограничения на этот счет, да? Бывают, да. Бывают, соответственно, выбираются рекламные места под социалку. То есть, социалка – это не то, что размещается на том, что не продано, на неликвиде условном. Она размещается, у них выбранная согласованная адресная программа. Спасибо. Спасибо большое, коллеги. Я думаю, с вопросами достаточно. Спасибо еще раз, Аня. Спасибо, Андрей. Андрей, да, я не ошиблась. Вот, приглашаю тогда дальше коллег, которые расскажут про очень красивый кейс про искусство. Спасибо. Про то, как можно совместить искусство и банковские услуги. Это кейс про Ренессанс Кредит. И я жду здесь Максима Кургузова, исполнительного директора банка Ренессанс Кредит, и Милену Михайленко, клиентский директор агентства «Нектарин». Всем привет. Мы сейчас достаточно оперативно, я надеюсь, успеем показать, но при этом ничего важного не пропустим. в нашем кейсе про перезапуск социальных сетей банка. Банк достаточно крупный, в принципе, он уходит в топ 25 по объему кредитного портфеля. Банку уже больше 20 лет, но, к сожалению, социальные сети… Сейчас мы подождем. Социальные сети никогда не были, в принципе, в фокусе внимания банка, и в целом использовались как некий такой инструмент коммуникации в основном в части пиара. И, собственно, в середине прошлого года мы подумали о том, что нужно социальные сети перезапускать и делать из них, в принципе, коммуникационную площадку для наших клиентов, потенциальных клиентов. И поставили задачу перед агентством разработать контентную стратегию, при этом повысить тем самым лояльность клиентов, потенциальных клиентов, нарастить, естественно, аудиторию в социальных сетях. По рейтингам мы были где-то в районе сотни. С точки зрения еще задач, естественно, это формирование и укрепление имиджа банка как надежного и доступного для каждого клиента банка. Ну, естественно, получить лидирующие позиции в целом в социальных сетях. Отчего мы отталкивались, с чего мы начинали? Естественно, мы подумали, уж если мы ренессанс, наверное, стоит вспомнить эпоху ренессанса, какова она, и, наверное, взять это за основу в принципе креативной контентной стратегии. и в дальнейшем собственно развивать эти площадки социальные именно в этом ключе. Мы, безусловно, предоставили для агентства портрет целевой аудитории, кого бы мы хотели видеть в наших социальных сетях. То есть, в принципе, аудитория достаточно широкая, больше 24 лет, имеющая среднее и высшее образование, они активны в проведении досуга, поездок, покупают в интернете, безусловно, они имеют потребность денежных средств, они иногда склонны к спонтанным покупкам. И мы выделяем такую категорию клиентов, которых называем умножадные, они считают себя в целом экспертами и постоянно ищут какую-то самую максимальную выгоду в целом на рынке. Так, ну и слово беру я. Да, сейчас мы расскажем, как мы к этому пришли, потому что совершенно понятно, что у нас есть название, от которого в принципе мы не могли бы уйти. И мы, конечно, придумали контентную концепцию, которая рассказывает о каких-то рациональных, очень прагматичных банковских услугах с точки зрения искусства. Конечно, первое первая ассоциация, которая у всех идет, это напрямую эпоха возрождения, это Микеланджело, это Леонардо да Винчи, это соответствующие цвета. Мы поняли, что это достаточно узко, и в принципе далеко не у всех это может откликнуться. Поэтому мы решили расширить понятие ренессанса до искусства как такового, до искусства в целом, да, и рассказывать о наших услугах банковских вот именно с точки зрения искусства. И естественно искусством очень часто называют, да, и искусство обращаться с деньгами, и искусство бюджетирования, это все тоже относится к искусству, и в принципе ренессанс, да, эпоха ренессанса у нас ассоциируется с какой-то мудростью, с каким-то разумностью, прагматизмом, именно так у нас родилась идея, да, которую мы сейчас реализуем через наши социальные сети, это искусство жить разумно. Естественно, мы очень долго думали, да, какой контент мы будем постить вот в такую нестандартную историю, да, естественно, мы посмотрели, провели исследования, да, опирались на все это, в принципе, ничего нового мы не узнали, как и ожидалось, да, люди приходят в социальные сети для общения с близкими, для развлечений, для, в поисках полезного контента, поэтому вот так вот выглядит распределение контента по типам, 20% продуктового контента, 30% вовлечения и все остальное это познавательный контент. Конечно, возникает вопрос, да, почему так мало продуктового контента и зачем иначе как бы банку социальные сети, если там какие-то непонятные развлечения будут происходить. Но хотим сказать о том, что 20% продуктового контента это контент, который идет в лоб. То есть, да, мы говорим, что у нас выходит новый продукт, мы говорим о том, что у нашего продукта такие-то УТП или там изменения УТП. Вот это контент в лоб, который у нас идет. Весь остальной познавательный контент, во-первых, он у нас облечен в форму культуры и искусства, да, мы даем людям то, что им нужно, то, что их интересует, исходя из нашей целевой аудитории, да, это люди, которые ищут досуг, которые умножадные, которые пытаются экономить, поэтому здесь мы людям рассказываем о том, как они могут провести свой досуг, грубо говоря, да, от пятничного вечера до, там, не знаю, какого-то глобального большого путешествия. Плюс мы предоставляем им возможность там, скажем так, финансово обучаться, то есть у нас есть история того там, как вести себя с мошенниками, у нас есть история о том, как правильно инвестировать и так далее. Все это облечено в определенную форму. Через искусство идет, и, конечно, у нас очень часто используются какие-то театры, кино, достопримечательности. Далее, вот я пролистаю, там у нас есть представлен наш рубрикатор, да, этот рубрикатор, он не для пользователей, он для нашего внутреннего использования, то есть люди, которые заходят в социальные сети, они не видят никаких рубрик, они видят просто то, что им интересно. Эта история нужна для того, чтобы мы понимали, какой контент, в каком объеме мы постим, для того, чтобы мы могли наиболее глубоко анализировать этот контент и управлять им, и управлять, соответственно, вовлечением, увлечением, да, наших подписчиков, наших пользователей. Мы понимаем, что им нравится, на что они реагируют и в каком объеме это должно быть. Сами понимаем, да, что такая стратегия еще выбрана просто потому, что если бы у нас были какие-то сухие банковские истории, если бы мы постоянно говорили о продукте в лоб, это не та информация, ради которой, да, человек нажмет кнопочку follow. И, конечно же, у нас есть определенное оформление, да, у нас в центре нашего изображения у нас композиция. Композиция состоит из фоторилов, из 3D элементов. Все это графично оформлено в единую бесшовную ленту, да, и дополняют это элементы, которые складываются в логотип банка. Все это смотрится весьма привлекательно, плюс мы используем типографику, которая, да, периодически меняется местами вверх-вниз. У нас всегда есть заголовки, у нас всегда есть подзаголовки, да, они могут быть серьезные, они могут быть шуточные, и они в целом обозначают, помимо самого имиджа, тот контент и ту информацию, которая будет представлена в посте. Как это было и как это есть сейчас? То есть у нас был контент, он был достаточно обезличенный, только на нескольких постах можно было понять, что это Ренессанс Кредит Банк, а так, в принципе, какие-то ставки, ставки есть у всех банков, да. Сейчас этот контент, мы видим, что это контент определенного бренда, этот контент узнаваем, этот контент достаточно эффектен, но тем не менее мы понимаем, что у нас достаточно строгая композиция, да, которую мы придерживаемся, и если оставлять это всегда так, то будет эффект замыливания глаз, мы решили, что мы для во избежание такого эффекта начнем просто менять цвета, для того, чтобы у людей было какое-то ощущение того, что в их ленте что-то меняется, привлекает внимание. Вот здесь вы можете увидеть, что у нас, в принципе, в контенте есть ситуатив, да, конечно же, мы переворачивали календарь, есть у нас вот карта геймера, это у нас продуктовые посты, для того, чтобы вы понимали, да, как у нас приходит из одного цвета в другой, то вот более такие длинные раскладки, как это выглядит сейчас, как мы встраиваем все это, и дальше я, пожалуй, вот быстро, у нас показывают уже мало времени, пролесну то, что у нас есть, в любой ситуатив мы встраиваем то, что необходимо, да, то есть даже если мы берем выход reunion friends, то у нас там обязательно есть отсылка, у нас не бывает перерыва, наши вклады продлеваются автоматически, да, автопролонгация на тех же условиях, на которых вы с нами заходили, то есть у нас всегда встраивается в любой ситуативный контент наша история, вот пример того, как 145 дней без процентов, это главное УТП нашего продукта, нового карта разумная, как это встраивается в ситуативный контент относительно там 12 апреля, относительно дня космонавтики, вот, ну и конечно же цифры, да, цифры очень достаточно впечатляющие, да, это вот так вот они выглядят, обращаем внимание на то, что в принципе практически не велись до этого социальные сети, но здесь действительно есть заслуга, то есть интеракции с десятков увеличились, там сотен увеличились до тысяч, подписчики выросли с 17 тысяч до 105 за год нашего сотрудничества, охват, обращаю внимание, это важно, потому что очень часто говорят, это вот реклама, вы влили деньги, нет, это без учета рекламного охвата, это увеличился вирусный охват и органический охват, и конечно же обращения в директ значительно выросли, плюс мы здесь считаем только количество чатов, мы не считаем здесь повторные обращения, то есть количество повторных обращений было бы, ну, невероятно огромное. Я думаю, ты можешь оставить следующий слайд. Для чего мы в целом еще используем социальные сети, когда нам нужно сделать какой-то быстрый тест стендлерн, мы проводим еще некоторые опросы, например, по параметрам каких-то продуктов, насколько такой кэшбэк лучше, чем вот такой кэшбэк баллами, либо насколько важен льготный период в кредитной карте по сравнению с бонусной программой, тем самым проводим такие быстрые короткие тесты, и собственно практически в каждом таком опросе там примерно до 500, от 500 до 1000 человек участвуют, что позволяет в принципе подтвердить какие-то гипотезы помимо Яндекс.Взгляда либо каких-то телефонных опросов в общем с разных сторон посмотреть и следующий кажется слайд он наверное последний ну да здесь собственно про трафик то есть социальные сети мы используем для разных целей в том числе и с точки зрения трафика неплатного органического который в целом с нашей коммуникации потом попадает на сайт ну и собственно результат с точки зрения рейтингов мы значительно выросли мы одни из самых динамичных социальных сетях по приросту чем собственно гордимся да и хотим отметить что уже спустя там первый квартал после нашей работы да мы уже вошли в топ 30 крупнейших банковских сообществ просто потому что мы изменили подачу и формат контента спасибо да спасибо у меня вопрос наверное он был еще пока я готовилась к сегодняшнему мероприятию честно признаюсь открыла вчера инстаграм и залипла на вашей ленте наверное на полчаса потому что действительно все очень красиво и эстетично вопрос у вас эта стратегия действует уже год где тот момент когда эта стратегия приедается вашему пользователю и где приходит момент ее смены а здесь наверное не только вопрос приедается не приедается мы достаточно долго жили без какой-либо бренд платформы мы сейчас закончили с коллегами из бибидео разрабатывать нашу бренд платформу и собственно сейчас начнем ее интегрировать в принципе во все коммуникации поэтому я думаю ближе к осени мы в принципе немножко сменим подход да расскажите пожалуйста про профиль аудитории про ядро аудитории на кого больше рассчитано на кого больше ориентируетесь при формировании стратегии кто является скажем так ядерной вашей аудиторией вот по крайней мере на старте о котором вы говорили кто стал для вас драйвером роста спасибо ну я думаю тут все достаточно как это изи ядро в принципе аудитории в социальных сетях даже если там не знаю сравнивать вконтакте фейсбук одноклассники не важно в принципе ядро аудитории это 25-45 вот безусловно есть какие-то социальные сети которые несколько отличаются по профилю либо даже по географии например инстаграм у нас достаточно много в инстаграме людей проживающих в южном федеральном округе которые активно нам пишут в директ вот поэтому здесь нет наверное каких-то границ нас интересует аудитория достаточно широкого профиля в принципе финансово активно если на нее посмотреть то 25-45 хотя вот добавлю знаете мы проводим опросы и потом смотрим аудиторию которая как на что отвечает и как ни странно в опросах 65% это мужская аудитория то есть мужчины больше женщин любят делиться своим мнением относительно банковских услуг Максим Милена спасибо большое мы будем двигаться дальше похлопаем нашим спикером продолжаем тогда разговаривать про кейсы тикток очень плотно вошел в нашу жизнь наверное уже ни одна секция без него невозможна дальше Михаил постевой руководитель диджитал-группы sales house газпром медиа и Ирина Храбченкова диджитал-директор телеканала пятница расскажут классный кейс про первый телевизионный тикток хаус проходите привет кто смотрит тикток так что так скромно можно повыше руки поднять ну в общем как и вы те кто поднял руки тикток смотрят еще ежемесячно 36 миллионов человек в России распределение у них примерно 50 на 50 процентов мужчин и женщины и это наша любимая аудитория 25-44 это преимущественно по-моему 43 процента от общего количества пользователей тикток по итогам прошлого года вошел в топ самых скачиваемых приложений в России в общем-то игнорировать эту площадку просто невозможно сейчас я вам расскажу как телеканал пятница построил свою стратегию таким образом чтобы зайти в топ-3 среди российских медиа в тикток по количеству подписчиков у нас 2 миллиона у аккаунта телеканала пятница у основного и 2 и 3 миллиона подписчиков у пацанки хаос в общем-то когда соцсеть появилась мы естественно стали с ней работать систематически загружать контент но поняли что без спецпроектов и без каких-то ярких вау кейсов нарастить быстро и выбиться именно в лидеры по аудитории нарастить быстро аккаунт у нас не получится мы задумались о том что же делать такого на площадке чтобы выделяться мы просто решили что будем делать что-нибудь первое в России челленджи пятницы в целом проходят ну проходят каждые 2 месяца мы устроим какой-то челлендж либо уже каждый месяц честно говоря я уже сама не успеваю за ними следить сегодня у нас стартовал новый челлендж это для нас уже скорее превратилось в какую-то обычную отработку как не знаю ежедневный постинг в соцсетях то есть челлендж тикток это такая уже базовая активность поэтому в целом долго на них останавливаться не буду скажу только что цифра в 1,7 миллиардов просмотров накопленная за 20-й и уже 21-й год она достаточно впечатляющая здесь хэштеги вы можете посмотреть какие из челленджи мы запускали и детальнее о них узнать стоп когда мы решили что мы будем делать что-то первое в России и смотрели на тот момент еще на существующий тикток мы поняли что тикток отличная площадка для телеканала чтобы проводить кастинги и собственно говоря устроили первый в России тикток кастинг и так да первый в России тикток кастинг собственно говоря в нем приняло 23 тысячи участников они записывали видео где они в свободном формате рассказывали о том почему они достойны стать тиктокером пятница то есть мы поняли что для того чтобы развивать наш аккаунт недостаточно просто адаптировать контент нам нужно свое лицо которое будет регулярно участвовать в трендах, записывать коллаборации с блогерами. Это действительно важный рабочий инструмент, если вы работаете на площадке, потому что без своего лица вы просто не сможете регулярно поддерживать именно челленджи, в которых участвуют люди. Поэтому брендовые аккаунты, да, есть опции, классный, по-моему, аккаунт у кухни на районе, когда они грузят какие-то анимации, заранее отрисованный контент. Но в целом это именно запланированный постинг и нет возможности отработки ситуативного маркетинга, который как раз-таки нужен на площадке. Затем мы решили, что первый TikTok кастинг мы в России уже запустили, и нам нужен первый телевизионный TikTok хаос. У нас есть проект «Пацанки». Кто-нибудь в курсе, что такое «Пацанки»? Классно, значит будете смотреть шестой сезон. Да, в общем-то, «Пацанки»… У нас, конечно, была база для хаоса, потому что не сделать TikTok хаос, когда у тебя есть хаос просто с оторвами, которые отсидели свое, отпили, откурили. Это, конечно же, очень здорово. Тем более они проходят какую-то глобальную трансформацию, превращаются в настоящих леди, это все снимается. И не задействовать эту платформу было достаточно глупо. Но, тем не менее, не все телеканалы использовали аналогичные такие возможности, когда, например, у них есть дом, и они там что-то делают. Да, в общем-то, мы запустили «Пацанки» хаос. Это стал самый быстро растущий TikTok хаос в России. Мы достигли отметки в 2 миллиона подписчиков через 2 месяца после существования проекта. И зашли в топ поисковый TikTok. То есть это то, что люди именно искали в TikTok. То есть TikTok на самом деле это еще и мощная поисковая платформа, как и, в принципе, другие соцсети. Люди приходят в TikTok, чтобы искать информацию по аналогии с поисковиками. Они ищут теперь информацию в соцсетях. Это важно. Окей. Что дальше? Есть TikTok кастинг, есть TikTok хаос. Но надо бы снять TikTok шоу, а то как-то уже нелогично, да, и как-то опускаться до этих челленджей, ну, немножко странно. Мы запустили первое в мире TikTok шоу. Это абсолютно уникальный мировой кейс. Формат разработан вместе с TikTok и телеканалом «Пятница» с креативной группой у нас на канале. «Пятница» по закону, что шоураннер этого проекта. В общем-то, в чем суть? Люди могут принять участие в кастинге, не выходя из дома. Им не нужно ехать и стоять в Александровском саду. Эти гигантские очереди. Кто видел людей с номерами, которые сидят там в саду? Не видели никогда? Это участники там шоу-танцы, вот это вот все, голос. В общем-то, пандемия показала, что из дома выходить не нужно для того, чтобы что-то делать. И мы этот тренд поддержали. Люди записывали ролики со своими талантами дома. Отправляли их, просто ставя хэштег, челлендж. И, в общем-то, попадали в наше шоу. Привет, пятница. Прорывное. Вечернее шоу. Мы начинаем шоу ТикТок Талант. Впервые герои маленького экрана. Это ТикТок. Станут героями большого. О, боже, я в телеке. Уникальные таланты со всей страны докажут. Ну да посмотри, какой классный. Что их талант один на миллион. Я просто люблю тебя. Офигеть! Это то, что я хотела, наверное, увидеть. Мировая пеньгера. Кто нас смотрит, тот краш, а кто не смотрит, тот кринж. ТикТок Талант Шоу. 25 марта в 7 вечера. А я сейчас сижу и думаю, какая же я темная. Я банила тех, кто мне писал крашах. А я же не знала, я же думала, что это что-то ужасное. Ну, в общем-то, вот что происходит, когда твое тайное скрытое желание вернуть Ларису Гузееву на телевидение. Это вот так получается. Прошу простить, понять. Очень, очень уж нравилось. Результаты. Это спонсорский, по сути, проект. Спонсор. ТикТок. И Михаил расскажет во второй части презентации о других партнерах и возможности как раз на такие интеграции в эфир. Проект прошел с долей высшепрогнозной. В конце, то есть люди голосовали за лучших участников в конце каждого выпуска. Пятый выпуск, это был финал. Люди приехали в Москву и уже очно выступали финалисты, готовили свои красивые номера в финале шоу. Что круто в плане диджитала в этом проекте, что люди отлично сканировали QR-коды, которые мы показывали на экране. Sorry, это топовые тиктокеры в жюри. Они вам все известны. Например, главный спикер в PMF Даня Милохин. Да, люди отлично сканировали QR-коды. Это очень важно, потому что не все верят в механику притекания людей из эфира в диджитал, но тут как раз таки кросс-медийность отлично сработала. Все эти цифры вы можете увидеть и забыть, просто впечатлиться, что они очень большие. В общем-то, медиа-рич тоже был достаточно большой. Это 150 миллионов охват именно медиа-рич ОТС и более 400 публикаций в СМИ, потому что кейс действительно был уникальный и громкий. Спасибо Ларисе Гузеевой. В общем-то, я рассказала все самое интересное в плане того, как мы это делали, а Миша сейчас расскажет, как мы на этом зарабатывали деньги. Я думаю, это намного интереснее. Спасибо. Привет. Привет. Можно приедать? Так, еще раз всем привет. Да, не перестаю удивляться тем топовым проектам и продуктам, которые придумывают коллеги, генерят их бесконечно, и они все практически, да нет, не практически, а 100% все всегда срабатывают, показывают такие цифры крутые. Вот. Ну, а я, собственно, вам расскажу, как мы все эти гениальные продукты превращаем в бюджеты. Покажу вам пару кейсов. Покажу вам пару кейсов, точнее, даже расскажу вам про пару кейсов. Один из них это бренд Xiaomi. Он зашел в TikTok таланты. Мы вместе с агентством Fuse Media Direction сделали, реализовали такой большой кросс-медийный проект. Достаточно мощно бренд присутствовал в телеке с различными опциями. Они все вам, безусловно, знакомы. Это и устники, и разные там электронные опции, спонсорские заставки, которые мы тоже, кстати, вместе с коллегами сделали, такие в стилистике шоу, и размещали их как в самом шоу, так и в дженериках. Вот такой вот классный интерактивный брендинг. Могли заметить на предыдущих видео, что у нас главная сцена была оформлена в виде такого огромного экрана и гигантских таких вот телефонов, на которых периодически возникал бренд. Они были забрендированы вот таким образом. И, казалось бы, да, четко хронометрированная опция, она, несмотря на вот эту вот коммерческую четкую хронометрированную опцию, создавалась иллюзия и впечатление, что бренд присутствует всегда, поскольку основная коммуникация была все-таки вот с этих больших гигантских экранов. Мы общались с участниками, мы общались, они демонстрируют свои таланты. То есть это такая была основа основ. И, безусловно, такие уже всем полюбившимся опции телесторис, это такие межпрограммки, которые мы размещали по эфиру. Они выглядят в виде сторис Инстаграма, очень такие актуальные, легко воспринимаются наши аудитории и наши звезды. Вот в данном случае Макс Титов, он тиктокер телеканала «Пятница», которого, кстати, мы нашли благодаря одному из челленджей, про которых Ира рассказывала. Он в таком формате рассказывал про шоу, про делал какие-то скетчи с продуктами. Ну и, безусловно, мы показывали сам продукт, сам смартфон и QR-код, по которому у зрителей была возможность перейти в мешоп и купить этот смартфон или много-много всего крутого от бренда с крутыми скидками. Дальше мы продлили коммуникацию, естественно, в диджитал. В диджитале мы сделали отдельный лендинг со школой креатива, где тот же Макс Титов подготовил серию крутых видео. то, как можно снимать крутые тиктоки, которые залетают в тренды благодаря бренду, благодаря телефону Mi 10T Pro от Xiaomi. Любой пользователь мог выложить свою какую-то креативную работу в тикток, и каждый пользователь мог выиграть призы от бренда. Я постараюсь не ускориться. Следующий кейс – это Альфа-банк. Альфа-банк продвигал свою бесплатную дебетовую карту с кэшбэком, и работал с молодой аудиторией. Тут тоже все логично. Шоу про тикток. Собственно, мы вместе с OMD сделали, опять же, кросс-медийный проект с достаточно широким спектром опций в телеке. Не буду я их всех перечислять, раз у нас мало времени, расскажу просто о каких-то. Мы делали вот такие скетчи в эфире. Здесь такая была коммуникация бумеров и зумеров, где зумеры, как новаторы, они рассказывали и доносили до бумеров какие-то такие инновационные крутые штуки и рассказывали про альфа-карту. Плюс ко всему мы продляли коммуникацию, естественно, в диджитале, и помимо всего прочего у нас был такой большой розыгрыш от бренда, когда во время эфира мы прокладывали такой интерактивный мостик с помощью QR-кода, и любой зритель, и любой пользователь в диджитале мог перейти либо по QR-коду, либо кликнуть по какому-то из форматов, перейти на сайт, заказать карту и принять участие в розыгрыше 600 тысяч рублей. Мы в финале объявили тех самых трех победителей, трех счастливчиков, которые забрали каждый по 100 тысяч рублей, были счастливы и все здорово. Благодаря такой вот кросс-медийному проекту, такой синергии бренд получил и бизнес-результаты в виде регистрации и покупки карты. Ира сказала, да, вместе с каналом, который всегда экспериментирует смелый, крутой, подхватывает всегда все тренды, здесь не исключение, мы сделали TikTok House, и нас поддержали, конечно же, бренды, Кагоцелл, всем известный, это противовирусный препарат, и одновременно бренд, который любит экспериментировать, который делает крутые проекты, мы вместе с брендом зашли в TikTok House, задействовали аккаунты участниц, задействовали аккаунты самого House, ну и, собственно, девчонки рассказали, как они проводят время в самом доме, что они делают, что много всего интересного и крутого, и поскольку они много времени проводят вместе, есть риск заразиться, да, если кто-то один заразился, значит, есть риск заразиться и всем остальным у РВИ. Но девчонки говорили, что у нас ввиду даже вот такого непростого эпидемиологической ситуации, непростой, такого риска у девчонок нет, поскольку есть бренд Кагоцелл, который помогает им избежать этого. DryDry, тут уже мы публикации использовали больше для анонсирования, основной проект был на Friday.ru, и девчонки просто приводили свою дополнительную аудиторию туда, на наш лендинг. IndieLight тоже крутые, экспериментируют, инновационные, креативные, смелые, сказали, ребят, мы с вами вместе прислали нам вот такую ростовую куклу, мы одевали девчонок в эту куклу, и они показывали крутые ролики вот с этой большой индюшкой. К сожалению, у нас не получится посмотреть, как это выглядит, но поверьте, было смешно, здорово и круто. Все, я уже тут практически на последнем слайде, он сейчас переключится, тизерну немножечко, все сказали, что любят смотреть пацанки. Скоро в эфире, шестой сезон, уверен, будет не менее фееричный, чем предыдущие пять, поэтому welcome. Вот, меня уже тут хотят выгонять. Нет, нет, я расскажу. Короче, все, все сами знаете, приходите к нам, пожалуйста, вместе придумаем классные кейсы, подписывайтесь на пацанок на пятницу и смотрите пятницу в эфире. Ну и на нас, сыры, тоже можете подписаться, если хотите. Мне кажется, тройная порция аплодисментов тут нужна, нет? Я супер ускорился, как мог. Давайте еще раз справимся. Спасибо большое. Тогда приглашаю Михаила Щеткина, директор Red Digital. Он поделит эти способы оценки эффективности для продуктов с разным средним чеком. Начнем? Отлично. Я представляю Red Digital. Это программатика-платформа, которая специализируется на видео. И в ближайшие 10 минут поделюсь нашим подходом, опытом и интересными кейсами при работе с этим инструментом. Также в конце презентации вас ждет приятный подарок. Для начала скажу, что мы также являемся владельцами крупной рекламной сети, видеорекламы, которая называется «Мое видео». И можно смело сказать, что мы знаем этот инструмент, видим как бы весь его жизненный цикл. От момента установки плеера на сайт до поведения пользователя, которого эта видеореклама привлекла. И в качестве такой базовой информации, поскольку все больше говорят с каждым годом, что видеореклама приближается к перформансу, стоит эту информацию все-таки правильно интерпретировать. Видеореклама действительно может и должна использоваться не только на верхнем уровне воронки. Она также должна применяться и на всех остальных, но с оговоркой, что для каждого уровня есть свои метрики эффективности, которые нужно отслеживать. И в силу того, что этот формат классно, например, борется с баннерной слепотой, можно вести коммуникацию как по брендовым задачам, так и уже конкретно по продуктовым. И такие четыре, наверное, кита, на которых держится любая успешная рекламная кампания с видео, это прежде всего правильный креатив. Здесь не должно быть никаких ТВ-форматов, только адаптация под диджитал, можем даже на примере, на статическом, что постоянное присутствие бренда в кадре, желательно тайминг до 15 секунд, интригующее начало или селебрити, и самое главное – дублирование смысловой информации текстовыми субтитрами, потому что в видео есть два формата, один из них – аутстрим, который запускается без звука, и здесь нужно предусмотреть, чтобы информация была донесена. Второе – это, естественно, must-have в современном мире прозрачное и доказанное в юабилити и бренд-сэйфити, подключение данных по интересам и также данных рекламодателя, то есть first-party data. Это технически все просто сделать, и благодаря использованию этих данных можно решать уже другие задачи, например, расширение клиентской базы, либо реактивация текущей базы. И, наверное, самый главный пункт – это оптимизация установки пикселя на сайт, потому что медийное пространство, где происходят показы, обязательно нужно связать с лендингом клиента, чтобы понять, какой трафик приводит рекламная платформа, и вовремя его оптимизировать. И также эта связь поможет по-другому абсолютно посмотреть на подход к таргетингу. Вот, например, наблюдение из реального кейса. Это крупный интернет-магазин одежды. Слева список таргетов, с которым к нам пришел клиент, а потом мы взяли и промерили, какая реальная аудитория делает заказы и завершает покупки на сайте. И там обнаружились совершенно такие неожиданные вещи, как комбинация, например, из посуточной аренды, уходовой косметики и книжных магазинов. И эти люди делают чаще всего заказы. Но, согласитесь, не самая такая интуитивно понятная вещь на этапе брифования. Это все рождает гипотезы для отработки и повышения эффективности. И сейчас приблизимся немножко к реальному миру. Мы с вами тоже являемся потребителями. Путешествие красного дивана из подсознания клиента в его квартиру. Почему из подсознания? Потому что коммуникацию в идеале начинать до того, как у человека сформировалась потребность. По косвенным признакам мы можем с вами понять, что с высокой долей вероятности через некоторое время это будет наш клиент. И начав знакомить его с брендом, ко времени сформированной потребности мы поместим в его голову уже готовый ответ. В данном случае о покупке красного дивана. Но так ли быстро достигается эффект от медийной рекламы? Показ, клик и покупка. Конечно же, как потребители и выкупатели, нет. Самый простой сценарий – это, наверное, то, что увидев что-то интересное, клиент через некоторое время вернется через поисковую систему и сделает покупку. Но в реальной жизни все более запутанно. Конечно же, с момента проявления интереса мы с вами попадаем в так называемое окно принятия решения. И в этом окне мы проходим сквозь тернии выбора разных вариантов. Нас атакует еще другая реклама. Мы совершаем энное количество касаний с ней. И, наконец-таки, делаем заветный заказ нашего красного дивана. И здесь нам, как платформе, очень важно учесть влияние тех самых показов, которые вначале запустили эту цепочку событий, которые подтолкнули нашего покупателя к тому, что он стал изучать категорию и постепенно приближаться к покупке. И с учетом этого всего справляется пост-вью-атрибуция. Соответственно, учет влияния показов на конечные действия. Разложив это на понятную цепочку, мы можем увидеть, что, пользуясь только такими стандартными отчетами метрик, по какому действию произошел заказ, естественно, там будет перформанс инструмента. Они никуда не денутся, и они будут закрывать воронку. Но с помощью пост-вью-аналитики мы увидим, как повлиял конкретные показы, которые были в начале всей истории. И здесь еще важно сказать то, что при вот этой пост-вью-аналитике важно делать ее после завершения рекламной кампании, потому что тот самый заветный показ мог произойти ближе к концу, в последний день. И человек, попав в окно принятия решения, ему потребуется некоторое время. И, сняв этот отчет через 30 дней, мы получим более репрезентативную выгрузку и данные. Итак, приближаемся к нашим кейсам. Кейсы взяты с разными чеками от 300 до 100 тысяч рублей. И, пожалуй, эти проекты объединены одной такой большой идеей. Это вычислить и понять в конкретных цифрах влияние медийной рекламы на конечный результат через пост-вью-атрибуцию. Итак, перейдем к делу. Первый кейс – это официальный селлер Apple и рекламная кампания, которая была в конце прошлого года с выходом нового флагмана. Здесь запускалась видеореклама по аудиторным интересам, и в результате мы получили добавление в корзину стоимость этого целевого действия 520 рублей и оформленный заказ 2100 рублей. Ну, согласитесь, для среднего чека в 100 тысяч рублей эти данные выглядят достаточно приемлемо. И в этой рекламной кампании был такой страшный, на первый взгляд, KPI, как DRR. Это доля рекламных расходов. В принципе, KPI из мира перформанса, но и в медийке его тоже не стоит бояться, просто его нужно правильно измерять. И в данном случае, в данной рекламной кампании он составил всего 10,5%, что в два раза ниже от KPI-клиента. Следующий, всеми любимый Алиэкспресс. Мы принимали участие в рекламной кампании 11.11. Здесь работала связка видео 20 секунд плюс ретаргетинг 5-секундным роликом. И итоговые результаты. Добавить в корзину достижения целевого действия по PostView 16 рублей и кнопка «Купить», действие «Купить» 39 рублей. То есть при среднем чеке платформы порядка полутора тысяч рублей эти данные выглядят тоже очень нарядно. Но здесь стоит еще отметить, конечно же, во-первых, суперкреатив, наверное, 10 из 10, с соблюдением всех стандартов и очень мощная медийная поддержка. То есть понятно, что работало много платформ, но наша задача была оценить именно наш вклад и наше участие в цифрах. Следующий кейс из категории «Мебель». Средний чек 15 тысяч рублей. Связка видео плюс баннерный ретаргетинг. То есть здесь мы отработали на более таком широком участке воронки и получили целевое действие «Купить» 80 рублей и оформленный заказ по PostView 400 рублей. Для среднего чека 15 тысяч. Следующая история, наверное, самый популярный интернет-магазин электронных книг, Литрес. Здесь важно отметить, что несмотря на то, что с первого месяца получилось попасть в KPI клиента и обеспечить правильную цифру 270 рублей по PostView, нам удалось еще оптимизировать эту метрику на 30%. И это произошло благодаря неразрывности рекламной кампании. И здесь просто нужно дать совет, что флайт в идеале должен быть максимально длинный, потому что происходит накопление данных и постоянная оптимизация. Если бы между первым и третьим месяцем был бы разрыв, то пришлось бы откатиться назад и получать более дорогие конверсии. Обещанный подарок от компании Литрес по промокоду AdIndex. Всем присутствующим скидка 20%. До конца выходных вы можете делать заказ по этому промокоду и читать классные книги. В завершение хочу сказать, что видеореклама должна… Наверное, верну промокод пока. Должна и может работать не только на верхнем уровне воронки, но и правильно измерять свое влияние на конечные заказы, покупки и так далее. Поэтому используйте для этого атрибуцию PostView. И всем хочется пожелать эффективных рекламных кампаний с понятным измеримым результатом. У меня на этом все. Спасибо. Миша, спасибо большое. Давайте один вопросик из зала. Есть? У меня есть заготовленный. Скажи, пожалуйста, какие категории вообще сейчас уже могут обходиться без телевидения, только использовать онлайн-видео? Без телевидения, в смысле без ТВ-рекламы? Да, да, да. Ну, как охватный инструмент, это все-таки, скажем так, вещи разные. Телек будет делать свое дело. Вопрос в измеримости. Конечно, переток в диджитал в силу того, что там все можно померить и отцифровать, он крайне привлекательный. И, ну, вот даже в случае с Литресом, это была работа в параллеле, то есть поддержка большого флайта, который шел на ТВ. Окей, спасибо большое. Мы уже чуть-чуть задерживаем обед. Спасибо. Поэтому я дальше приглашаю коллег из Wavemaker'а с кейсом про ребят-геймеров. Поднимите руки, есть ли в зале геймеры вдруг, или в мужчина, который играет в компьютерные игры. Всем привет. Еще чуть-чуть и кофе-брейк. Меня зовут Иван, я руковожу контентным подразделением агентства Wavemaker. Привет. Коллеги, всем привет. Меня зовут Роман Рязанов, веду гейминг группы М. И мы сейчас с Ромой расскажем про наш проект, который называется UltraSkill, который мы сделали вместе с нашими друзьями из WinStrike и Donation Alerts. Здравствуйте. Для нашего клиента Nivea и в частности бренда NiveaMN. Вот с таким вот вопросом, с таким пожеланием к нам пришел клиент. Друзья, как нам стать брендом для геймеров? Вообще откуда появилось это желание? На протяжении долгого времени бренд NiveaMN работал с одним ключевым сегментом интересов целевой аудитории – это хоккей. И вот было принято решение найти новый источник роста, были выбраны геймеры. И вот такой вот ключевой продукт – это флагманская линейка, которая называется Ultra. И с одной стороны проблема была в том, что до этого момента уже все ключевые конкуренты несколько лет очень масштабно на этой территории играли. Но это даже не самая большая проблема. А самая большая проблема – это сложность этой аудитории геймерской во всех смыслах. Потому что к ним очень сложно подобраться, с одной стороны, с психологической точки зрения. То есть у них прям есть резистентность к рекламе. И несмотря на то, что это считается молодым медиа, там уже сформировался довольно мощный кватер. И даже баннерная слепота. То есть если зайдешь на стрим любого популярного стримера, там несколько баннеров, порой даже конкурирующих брендов. Если речь идет о устниках, то говорят часто ребята, их немного наигранно, неправдоподобно или правдоподобно безразлично. И вот это безразличие транслируется целевой аудиторией, которая как-то тоже безразлична к этой рекламе. И даже хорошо, если это просто безразличие. Велик шанс нарваться на хейт. Так что, когда мы взяли в работу этот бриф, мы понимали, что у нас на самом деле здесь задача не просто охватить эту аудиторию. Нам нужно было добиться позитивного эмоционального отклика, чтобы буквально бренд приняли в сообществе геймеров. Иначе это было бессмысленно на фоне того, что уже очень долго делали конкуренты. И мы взяли Niveman Ultra. В принципе, если посмотреть на продукт, то его характеристики, такой вот динамичности, перформанс, они близки геймерам. Но вот основная коммуникация, которая в это время шла на ТВ, в онлайн-видео, она абсолютно была не близка геймерам. Вот эти вот суперстильные модные луки, но это скорее могло вызвать хейт и недоверие к бренду. Поэтому мы решили немного копнуть в психологию геймеров и понять, а что же их действительно трогает, что для них важно. И это символы успеха. На заре гейминга это были такие скоркарды, которые подсчитывали количество очков, которые игрок набрал за игру. Сейчас же огромное количество таких символов успеха, то есть символизм прям разросся. Это всевозможные внутриигровые ачивки, повышение уровня, повышение игрока, какие-то кул-ауты. Ну то есть все, что вот постоянно подпитывает желание играть дальше, все, что говорит игроку, что ты молодец, у тебя все хорошо, твои скиллы растут. И вот скиллы, то есть навыки, это прям то, что действительно важно геймерам, чтобы у них развивались скиллы и чтобы это развитие кто-то отмечал. Даже если кто-то, это просто компьютер. И среди прочих таких вот ачивок мы обнаружили ультра-кил. Это такая штука, которая выскакивает, когда ты несколько противников подряд убиваешь, то есть там двоих подряд убил, там дабл-килл, потом троих подряд, трипл-килл, потом ультра-килл. И это прям, ну, круто для геймеров. Вот, и мы поняли, блин, черт, а вообще отличное на самом деле сочетание. И мы создали ультра-скилл, это бренд-символ самых высоких игровых навыков и крутых моментов в играх. При этом самое что интересное, мы решили приземлить наш визуал на психологию геймеров и создали символ такой, внутриигровой символ награды. При этом вы видите, что вокруг лоудера у нас всегда в динамике, вокруг логотипа у нас присутствует всегда динамичный лоудер, который символизирует перезарядку нашего ультра-скилла. Карбоновая поверхность перекликается с продуктом, а неоновые киберпанковские свечения также перекликаются с подсветкой игровых девайсов, которые также знакомы всем геймерам. По сути, мы сделали символ, не имея маян ультра-скилл, именем нарицательным и интегрировали его в сами игры, стали частью игры. В рамках нашей стратегии мы использовали два ключевых канала. Это твич-стримеры и интеграция, спонсорство киберспортивных чемпионатов. При том, если с киберспортивной территорией все понятно, мы уже заранее знали, как мы будем имплементировать коммуникацию ультра-скилл. Мы заняли территорию хайлайтов, территорию крутых моментов, то ради чего в принципе смотрят киберспорт. Мы переименовали их в ультра-скилл хайлайт, мы дарили игрокам MVP, переименовав их в ультра-скилл MVP, а также комментаторы подчеркивали нашу коммуникацию, говоря, что это был ультра-скилл момент. Но при этом, при всем мы понимали, что прежде чем внести такие существенные инвестиции на территорию киберспорта, нам нужно было посеять зерно база для территории хардкорных и лайфстайл геймеров. И поэтому мы решили хакнуть один популярный формат, присутствующий на трансляциях, о нем чуть дальше. И это донаты. Что такое донат? Это финансовое пожертвование от пользователей для героя трансляции. Причем культура коммуникации пользователей с стримерами такова, что стример кастомизирует под себя визуализацию доната. И вот как это примерно выглядит на экране. Никнейм Аркадий 99 задонатил 100 рублей стримеру. И опять же, по культуре коммуникации стример всегда отвечает на это сообщение, отвечает на этот вопрос заданный пользователем, благодарит пользователя. Что мы сделали дальше? Мы запартнерились с компанией Donation Alerts, которая является транзакционным партнером, и создали внутри транзакционной программы свой новый продукт. И так это выглядело дальше. Мы, выступая от лица бренда, донатили стримерам с привязкой к ситуативному моменту игры. То есть, например, играет парень на экране, делает крутой килл, хедшот. Мы в этот же момент с задержкой максимум 5 секунд донатим ему 1000 рублей и показываем ему свой appreciation, говорим ему, мужик, это было круто, это был ультра-скилл. И самое, что важно, мы после этого словили нереально позитивные реакции стримеров и пользователей. Поэтому давайте посмотрим кейс. Геймеры остаются желанной, но при этом труднодостижимой аудитории для многих рекламодателей. Бренд Nivea Man собирался попытать удачу, впервые вступив в игру со своей стильной линейкой ультра, имидж которой не слишком-то был близок к геймерам. Так что вместо того, чтобы говорить про стильный и ухоженный внешний вид, мы воспели то, что действительно важно для геймеров. Мы создали ультра-скилл. Символ высоких игровых навыков, крутого игрового контента и вау-моментов в играх. Потому что видеоигры — это в первую очередь символы превосходства и совершенствования скиллов. Для запуска коммуникации мы пошли на Twitch, но отказались использовать стандартный формат интеграций у стримеров. На Twitch не существовало заметного формата, способного восхвалять навыки игроков. Поэтому мы его создали с помощью донатов. В партнерстве с сервисом, отвечающим за транзакции Donation Alerts, мы сделали оповещение о донате, похожем на внутриигровую награду, и поощряли демонстрацию крутых скиллов стримеров, следили за их трансляциями и отправляли донаты от лица бренд-аккаунта на Twitch. Инвестировав в разработку и донаты, мы потратили в несколько раз меньше бюджета, чем могли бы за аналогичное количество стандартных интеграций. И получили бесценный отклик стримеров и их аудитории. Мы пошли дальше и масштабировали коммуникацию на крупнейших онлайн-турнирах, подстраивая все возможные форматы подчестивания ультра-скиллов участников. Комбинация двух наиболее эффективных каналов для охвата геймеров и сообщения понятного и близкого аудитории привела к ультрарезультатам. И речь не только о большом охвате. Ультра-скилл положительно повлиял на рост ключевых бренд-метрик, укрепляя эмоциональную связь с сообществом геймеров. Бренд Nivea Man вырастил долю в категории товаров до и после бритья. Ультра-скилл стал символом крутого игрового момента, а бренд Nivea Man — брендом для геймеров. Спасибо. Немножко прокомментирую результаты. Помимо медийных, мы пришли к очень интересному наблюдению. Мы действительно посчитали, сколько мы могли бы потратить денег клиента на то, чтобы получить такое же количество интеграции стандартным форматом, выхода к стримерам versus тот бюджет, который мы потратили на разработку и на донат, и поняли, что мы 75% бюджета сэкономили. Но даже это было не самое приятное, потому что мы получили реальное подтверждение вот этого позитивного отклика. Во-первых, потому что мы видели, как стримеры сами абсолютно ненаигранно свои живые реакции показывали, как пользователи использовали потом ультра-скилл в своей коммуникации. То есть действительно ультра-скилл стал таким вот общепотребимым символом. Но плюс к этому мы еще провели качественное исследование. Оно у нас называется Brand Love. Это такой бренд-лифт, но более эмоциональный, да, про любовь к бренду. И в нем мы замеряем как такие эмоциональные атрибуты, которые характерны для конкретного бренда. Например, здесь было важно понять, насколько считается современным бренд или бренд меня вдохновляет. Но и четыре ключевые характеристики. Это доверие, это психологическая близость, это буквально удовольствие, которое ты получаешь от коммуникации и восхищение брендом. И все вот это вот, это, собственно, и формирует любовь к бренду. И совсем быстро, если позволите, мы считаем, что это превью Эфи следующего года. Мы размышляем, что дальше будет, да, как бы, и нам кажется, что и игровая индустрия, и вот эффективность коммуникации с геймерами примерно движется в одном направлении. К мерджингу, то есть тиранию границ реальности, игровой и реальной, да, игры, и вот игровой и рекламной реальности. И на самом деле вот этот кейс, и как мы дальше продолжили с киберпанком, это проекты, которые, по сути, про то, что стирается граница между игрой и между коммуникацией бренда. И, по сути, мы нашей рекламой не мешаем этим людям развлекаться. Да, мы не мешаем им играть. Реклама становится неотъемлемой и очень органичной частью игры. И вот в этом, как нам кажется, основной, наверное, ключ к успеху текущих и последующих проектов с геймерами. Спасибо. Иван, Роман, спасибо большое. Вопрос, а все же, почему же именно геймеры? Не скейтеры, не байкеры. Почему геймеры? Ну, почему? Наверное, потому что оценили эффект масштаба и поняли, что, а, этой аудитории очень много, у них есть конкретные экраны, с которыми можно работать, есть масса контента, в который мы могли бы интегрироваться, но вот там нужно было решить очень большой эмоциональный челлендж, как добиться от них нужной реакции, как не взбесить. Просто звучало, как мы простых путей не ищем, мы выбрали самую тяжелую категорию, но вы классно справились, супер, прям очень круто. Спасибо. Есть ли вопросы в зале? Спасибо тогда всем большое. Спикеры, не разбегайтесь, очень хотят организаторы сделать групповое фото. Спасибо всем слушателям здесь и в трансляции. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok